Сегодня я покажу вам снежную сказку. У нас выпал снег и тут в принципе ничего удивительного. Кроме того, что наступила весна, уже полным ходом природа просыпается, расцвели деревья, многие цветы. А тут на тебе выпал снег и вот такие цветочки наши оказались под шапкой. Пусть и красивые, но все же. Я надеюсь, что нежные деревца выдержат перемены погоды и продолжат свое цветение. Благо температура не такая большая и, конечно же, безусловно, это очень красиво. Посмотрите сами. Я раньше, когда смотрела на эти картинки с вишней, цветущей в снегу, мне казалось это как-то гипертрофировано. На самом деле такое бывает, когда весна наступает и по каким-то причинам климатическим снова выпадает снег. Но он сейчас уже тает и у меня, конечно же, возникла идея все это дело набросать в небольшом скетче с сухой пастелью. И некоторым процессом я хочу поделиться с вами сегодня. Я буду использовать сухую пастель и бумагу я вам уже показывала в одном из видео. Видео, в котором я покупала материалы в европейском магазине. Это крафт-бумага и сухая пастель разной плотности. Я покажу небольшой фрагмент того, как я работаю в таких графических картинах. Дам некоторые свои советы, если такая техника вам интересна. Но согласитесь, что цветы выглядят очень красиво в снегу, необычно, свежо. И как раз все это прекрасно передает сухая пастель. Может быть, я даже сделаю диптих. Но вот одну из картин, которые я создала сегодня, я вам покажу в этом видео. Итак, я использую пастель шминки, рембрандт. У меня также есть пастель разной плотности. Я именно рекомендую иметь пастель как достаточно плотную по своей консистенции. Это шминки, рембрандт. Есть также многие европейские производители. И такая пастель, она перекрывает более сухую пастель. Например, как российского производства. Это сонет, это гамма. То есть, если мы первым слоем кладем пастель более сухую, она более прозрачная. А дальше вторым слоем перекрываем уже более плотными мелками, то у нас получается такой эффект реалистичности. И пастель смотрится достаточно плотно, красиво. Почему меня часто спрашивают? То есть, я нарисовала рисунок пастелью, и у меня он кажется таким невыразительным, несколько замыленным. Потому что мы используем изначально слишком сухую пастель. И основу, небольшой набросок я делаю с помощью пастельных карандашей коричневатого оттенка. И дальше я уже буду накладывать розовые оттенки с помощью пастельных мелков шминки. Дополнять их тоже шминки, но белым мелком, более плотным по своему составу. То есть, я не полностью заполняю рисунок, а, скажем так, штришок за штришком, да, заполняет картинку в целом. И начинаю я вот с таких вот розовых касаний розовым оттенком. То есть, работаю быстро, потому что это скетч, я недолго акцентирую внимание. Пока я проснулась сегодня, у меня есть текущий заказ акварели, но я решила его немного отложить. И пока написать по вдохновению вот такую картину с цветущим деревом, прекрасными розовыми лепестками. И сейчас я прорабатываю фон частично коричневым оттенком, коричневым мелком. Где-то разбавляю белилами и частично начинаю вводить бирюзовый оттенок. Он добавляет некой свежести работы. То есть, я заполняю весь рисунок одновременно, да, то есть, мы не акцентируем внимание на каком-то одном моменте. Хотя можно это делать и так, но, по крайней мере, моя техника выражается в том, что я пишу всю картину в целом. Весь скетч в целом, я набрасываю фрагменты снега над лепестками. То есть, преимущественно сейчас работаю белым оттенком. Где-то слегка растираю пальцем, где-то такими круговыми движениями, не отводя руки от бумаги. Слегка растушевываю мелок, где-то наоборот растушевываю кончиком пальцев, чтобы добавить такой воздушности, некой реалистичности. Или наоборот, дальний план растушевываю, чтобы передний смотрелся более выразительно. И таким образом, продолжая работать над всей картиной в целом, пока белым оттенком, белым мелком. У вас сразу возникнет, возможно, вопрос, как я закрепляю подобные картины. Можно сбрызнуть обычным лаком для волос, примерно на расстоянии 20 см от листа. Но имейте в виду, что краски, то есть оттенки, они могут становиться более резкими, более яркими. Поэтому здесь важно соблюсти норму, скажем так. Либо я вообще не закрепляю такие работы, но здесь важно очень аккуратно ее донести до багетной мастерской, где ее грамотно оформят под багет и паспорту. Если я отправляю, например, за границу такие работы, то, конечно, я стараюсь их закрепить. И аккуратненько в папочке они направляются уже куда им необходимо. Вот, собственно, такая картинка у меня получилась. Очень нежная, воздушная. Я не стала слишком детализировать. То есть она такая с эффектом легкой незаконченности. То есть мне нравится такой эффект. Если вам понравился подобный формат видео, пишите свои отзывы или вопросы по технике сухой пастели. Буду рада на них ответить. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за ваши комментарии. И до следующего видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!